Здравствуйте! Вирусные гепатиты. В чем их опасность и как они о себе заявляют? Какие новые методы лечения вирусных заболеваний появляются? И почему говорят, что печень это удивительный орган? На эти вопросы ответит доктор медицинских наук, директор медицинской компании «Гепатолог» Вячеслав Морозов. Здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вообще какая тенденция по заболеваемости вирусными гепатитами? Она возрастает, в частности в Самаре и в России? Остается на одном уровне или снижается? Ну, если говорить в целом о вирусных гепатитах В и С, то есть тех гепатитах, которые имеют парентеральный путь заражения, то есть передаются как бы с кровью, скорее заболеваемость растет. Хотя заболеваемость хроническим гепатитом В снижается, потому что у нас появилась вакцина, и острых случаев сейчас мало. Но если говорить в целом о гепатите В и особенно гепатите С, в том числе в связи с тем, что у нас улучшается диагностика, рост заболеваемости наблюдается. По крайней мере, отчетливой тенденции к снижению мы не видим. Это касается как мира в целом, Российской Федерации, так и нашего региона. Наш регион, он относится к зонам, где высокий уровень заболеваемости парентеральными вот этими гепатитами В и С. Это сложилось исторически с 90-х годов, когда ситуация была тяжелой, в том числе обусловленная большим количеством людей, которые употребляли наркотики внутривенно. После этого вирус ушел в популяцию, и сейчас мы видим то, что в основном большей частью болеют люди, которые не имеют наркотической зависимости, не относятся к каким-то особым социальным группам. Это обычные люди, для которых обнаружение этого вируса в крови является большим сюрпризом. Это так. Поэтому каждый человек должен понимать, представлять для себя, что он может инфицироваться вирусом гепатитом С, опять же, потому что он ушел из популяции наркозависимых и циркулирует в целом. Вот в таком случае скажите, пожалуйста, в какие моменты человек может заразиться? Чтобы вы сказали, чтобы мы все представляли, что можно такую болезнь себе получить, даже не представляя ничего об этом. С какими путями? Ну, надо сказать, что сейчас в основном инфицирование определяется так или иначе манипуляциями, процедурами, связанными с повреждением кожных покровов. Так, как это было раньше. Но раньше все-таки это были медицинские учреждения, но сейчас это не так. В основном, где это возможно, одноразовый инструментарий, хотя не везде. Но у нас остаются другие учреждения, где вот эти процедуры, процедуры, это парикмахерские, это салоны красоты, всевозможные спа-салоны, тату-салоны и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много. Их контролировать очень сложно. Делать это системно сложно, хотя Роспотребнадзор этим занимается. Но я еще раз говорю, их сотни. И планово их проверять очень сложно. И мы это знаем. Мы, когда налаживали эту работу в медицинских учреждениях, и то было непросто это сделать. Я же представляю, насколько это сложно организовать и потом контролировать вот в таких учреждениях. Да. Вот раньше в перечень таких организаций входила и стоматология, стоматологические центры, частные и даже не частные. Сегодня они ушли? Вот из списка риска такого? Нет, они не ушли. Конечно, как во всяком любом другом медицинском учреждении, в стоматологических учреждениях риск инфицирования значительно снизился, но все равно новые случаи заражения мы оттуда видим. То есть тогда, когда больной приходит с первым диагностированным хроническим гепатитом С, мы начинаем разбираться, и там только стоматолог в анамнезе, только стоматологическая какая-либо манипуляция. Поэтому полностью это исключать нельзя, и контроль здесь надо продолжать над ними. Скажите, пожалуйста, как выявить у себя признаки, первые признаки вирусного гепатита? Потому что говорят, что это такая сложная очень болезнь, она проявляется только в каких-то критических, уже в опасных таких ситуациях, когда уже уровень заболеваемости высокий. А так это, как говорится, айсберг. Вот внутри, кажется, заболевание, а верхушечка только это вот проявления такие критические. А как же у себя распознать? Не дай бог, если это есть. Вот я много говорю на эту тему в различных аудиториях, и перед врачами, и перед больными, и перед здоровыми, условно. Действительно условно, да. Симптоматика хронических гепатитов, хронических парантеральных гепатитов очень неспецифическая. То есть это слабость, это утомляемость. Поэтому человек не должен думать о том, что есть у него эти симптомы, нет этих симптомов. Он должен просто сдать кровь на анализ. Интересный подход, да. Вот абсолютно. Сейчас это делается в рамках диспансеризации. Это можно сделать в любой поликлинике. Это рутинные методы. Можно сделать платно, они дешевые. Это очень и очень просто. Это у вас займет 10-15 минут. Но вы будете точно знать, инфицированы вы вирусом или нет. Был ли у вас гепатит острый, B или C, или нет. Представляете вы угрозу, так скажем, как источник инфекции для окружающих, с которыми вы живете, или нет. Это очень важный вопрос. Это можно сделать очень легко. У нас большое количество сетевых лабораторий. Кровь сдать можно буквально на каждом углу. Буквально на каждом углу. Это займет один день. А в вашем центре, так как вы специфически занимаетесь этой проблемой, есть какие-то дополнительные оборудования по диагностике? Что касается нас, мы, конечно, специализируемся на этой проблеме. Мы тоже можем провести скрининговые исследования, можно обращаться к нам. Но мы, конечно, в большей степени занимаемся проблемой тогда, когда уже есть хронический гепатит. И особенность наша заключается в том, что мы комплексно занимаемся этой проблемой. То есть мы ставим диагноз, мы определяем стадию заболевания, мы определяем показания для назначения терапии. Мы определяем возможность проведения этой терапии. Мы определяем спектр препаратов, которых надо применять в данном конкретном случае. Мы потом наблюдаем за пациентами и наблюдаем после окончания лечения. Вот это все, конечно, можно сделать у нас. Но скрининговые обследования вы можете сделать в любом месте. Да, это очень правильно. Это очень доступно. Не замыкаться вот на своем центре. Конечно, вот это очень правильная позиция. Скажите, пожалуйста, вот в бытовом таком понимании существует такая вещь, что если желтушный оттенок кожи, сетчатки, может, там даже ногтей или еще чего-то, то это уже печень болит, и это чуть ли не цирроз. Вот это правильно? На это нужно обращать внимание, что цвет кожи меняет на желтушный оттенок? На это, конечно, надо обращать внимание. Появление желтухи, то есть желтушного окрашивания кожи или склер, появление этого симптома, это очень серьезный диагностический признак в целом заболевания печени, но не только. Это сам по себе очень серьезный симптом. Это может быть и желчнокаменная болезнь, это может быть и онкологическое заболевание, это может быть гематологическое, то есть заболевание крови. Там целый ряд заболеваний, которые могут приводить к появлению желтухи, в том числе и заболевания печени. Если мы говорим о том, что желтуха появилась при заболевании печени, при хроническом гепатите, это говорит о том, что действительно заболевание зашло далеко. Ну, здесь мы, конечно, в первую очередь имеем в виду цирроз печени. Примерно каждый четвертый, пятый пациент с хроническим гепатитом В или С формирует данное состояние. Ну, что такое цирроз? Если говорить бытовым языком, на фоне длительного воспаления в печени, который не диагностировался, не проводилось лечение, происходит формирование, ну, так скажем, рубцовой ткани в печени. Ну, как вот если мы возьмем любое воспаление где-либо, если оно долго, образуется рубцовая ткань, соединительная ткань. И вот эта соединительная ткань, вот этот рубец, если он прорастает всю печень, диффузно распространяется по всей ткани, бороться вот с этим состоянием очень сложно. То есть можно, конечно, есть методы, есть способы, но как минимум надо остановить процесс, даже на стадии цирроза печени, а современные препараты позволяют это сделать. Так вот, до этого состояния нельзя доходить, это очень важно, поэтому и надо диагностировать на ранних стадиях. Ведь еще проблема вирусных гепатитов и цирроза заключается в том, что больных сложно лечить в стадии цирроза, проводить им противовирусную терапию. Есть противопоказания, есть серьезные противопоказания, и большую группу больных с циррозом в печени мы не можем лечить, потому что мы им не можем назначить препараты. Поэтому до этого состояния доходить нельзя. Ну и вторая проблема, которая существует в связи с хроническими диффузными заболеваниями печени, с обусловленными гепатитами, вирусами В и С, это, конечно, рак печени. То есть считается, что рак печени, ну, более чем в половине случаев он связан с вирусами В или С. Да. Ну, вы так обнадежили, потому что раньше, когда говорили цирроз печени, человек, ну, считался уже, ну, практически уходящим из жизни, да. Вот такой диагноз сразу ставили. Цирроз печени, ну, осталось жить недолго. Сегодня появились методы, которые позволяют, вот, вообще-то излечить можно, да. Если говорить о вирусных процессах, то мы можем остановить с использованием противовирусных препаратов, остановить процесс на данной стадии, я имею в виду цирроз, и, возможно, некое обратное развитие. Но, как минимум, не будет прогрессирования, если человек будет вести соответствующий образ жизни. В тех стадиях, когда невозможно ничего сделать, когда невозможно назначить противовирусные препараты, производится трансплантация печени. В западных странах, в Америке, это становится широко распространенной операцией. Там десятки тысяч уже трансплантаций. В нашей стране эта процедура, эта операция проводится, но, к сожалению, не так часто, как нам бы, и не так много, как нам бы хотелось. Но вообще вирусные гепатиты лечатся, не нужно вот так особо паниковать, вылечить все это можно. Какие новые методы появляются? Может быть, даже лекарственные препараты, которые позволяют вылечить? Вирусный гепатит С с использованием современных препаратов можно вылечить полностью. Причем в 90-95% случаев, как минимум. Полностью вылечить. То есть это в настоящее время заболевание, которое рассматривается как излечимое заболевание. Еще пять лет мы так не говорили. Сейчас мы говорим о том, что это заболевание, которое можно вылечить. Но просто не нужно доводить до цирроза и вовремя обратиться, найти возможность получить адекватные препараты и пройти этот курс лечения. Сейчас существуют схемы, которые мы использовали много лет. Они усиливаются новыми препаратами. Вот эти тройные схемы, они есть. Они зарегистрированы в Российской Федерации. Они дают частоту достижения ответа в районе 85%. Но появились уже и зарегистрированы в России новые схемы безэнтерфероновые. Вот эти вот схемы, которые в свой состав включают только таблетированные препараты курсами до 12 недель максимум, до полугода. Препараты, которые не несут и не вызывают каких-либо побочных эффектов и дают эффективность 95% даже по некоторым группам больных, 99% и даже 100%. Вопрос, конечно, существует цены и доступности этих препаратов. Но я вас уверяю, что в ближайший год эти схемы, они будут доступны. Ну, по крайней мере, большинству пациентов, которые более-менее заинтересованы в своем выздоровлении, они смогут каким-то образом решить этот вопрос. Знаете, что еще интересно, как часто пациентами вашего центра становятся дети? Потому что нет ничего страшнее, конечно, когда болеют дети. И в отношении детей такие же методики применяются или все-таки? Ну, к счастью, у нас заболеваемость среди детей не такая высокая, как среди взрослых. Но все равно у нас есть дети больные и хроническим гепатитом В, и хроническим гепатитом С. С детьми сложнее в том смысле, что внедрение новых схем, новых препаратов вот в эту категорию больных, он более тяжелый, более длительный. Потому что получить разрешение на исследование новых препаратов на группе детей, да, это всегда очень и очень сложно. Как и лечение, например, беременных, это та же самая проблема. То есть этот препарат, он должен же пройти, прежде чем быть зарегистрировано большое количество исследований, а у детей это сделать непросто. В том числе и родители возражают. Вы знаете, какая проблема с вакцинацией, да, среди родителей. Та же самая проблема. Но, тем не менее, препараты есть, препараты внедряются, дети эти лечатся. У нас проходят в настоящий момент два клинических исследования в отношении детей. Я просто пользуюсь случаем, хочу пригласить детей с родителей, обращаюсь в первую очередь к ним, обратиться к нам и обсудить вопрос о включении в исследование, где будут использоваться новые противовирусные препараты, которые зарегистрированы уже для взрослых. Это касается как гепатита С, так и гепатита В. Пожалуйста, звоните, мы обсудим возможность лечения вашего ребенка в рамках вот этой вот программы, вот этих вот двух программ. Да, понятно. Никто не может исключать фактор заражения, но все-таки, какой должна быть профилактика? Вот этот вопрос очень многих интересует, потому что лечение тяжелое, заболевание тяжелое. Как мы можем себя все-таки уберечь от него, попытаться хотя бы? Если говорить о гепатите В, то здесь есть вакцина. Вакцина есть, вакцинация включена в календарь прививок, дети у нас сейчас в основном все защищены, взрослые могут вакцинироваться в любом центре, в любом медицинском учреждении, где эта вакцина есть, а есть она почти везде. Вакцина, даже если говорить о какой-то платной вакцинации, недорогая, мы ее используем уже много лет, никаких побочных эффектов нету или почти нет. Поэтому я рекомендую всем привиться от гепатита В, кто еще не привит. Вакцины против гепатита С пока нет и в ближайшие годы не предвидится. Поэтому здесь можно говорить только о неспецифической профилактике. То есть мы должны всячески избегать контактов с инфицированным материалом. Но это возможно, когда вы пользуетесь отдельными инструментами. Если женщина ходит в маникюрные салоны с своим инструментарием, то есть набор нужно иметь свой только категорически, везде, куда бы вы ни шли, например, выполнить татуировку или еще что-либо, вы должны, я вот настоятельно это рекомендую, посмотреть, каким образом они производят дезинфекцию своего инструментария. Оптимально, чтобы это был одноразовый инструментарий, проверяйте. Проверяйте. Лучше заплатить дополнительно, чтобы вам новый инструментарий одноразовый использовали. А если он не одноразовый, лучше вообще новый купить инструментарий, если он, конечно, не стоит за предельных сумм. Некоторые, кстати, так и делают. Потому что все-таки, например, в медицинских учреждениях не везде возможно использовать одноразовый инструментарий. Операции объемные и так далее. Конечно, там производится дезинфекция этого инструментария, и он многоразово используется. Это неизбежно. Но так или иначе, где это возможно, особенно в тех учреждениях, в тех салонах, о которых мы говорили, там надо не постесняться и самому посмотреть, как у них эта дезинфекция там организована. И чтобы они знали, что вы пришли, и вы знаете о том, что риск, о том риске, который существует, и вы всегда можете, так сказать, в случае чего их привлечь к ответственности. Еще один способ, так сказать, это обследоваться до того, как вы идете. И сказать им о том, что вы это сделали. И вот я к вам пришел, вот вам анализ, я не инфицирован. Если я буду инфицирован, это будет обусловлено вашими манипуляциями. Я вас уверяю, это их насторожит. И они сделают все как положено. Потому что человеческий фактор, тогда когда младшие медицинские персоналы или люди, которые занимают дезинфекцией, нарушают какие-то режимы, это возможно. Это возможно везде, в том числе и в этих учреждениях. Да, да, да. Что касается в быту, ну тут что? Конечно, если вы живете в семье, где есть инфицированный, у него должны быть собственные ножницы, другой колющий, режущий инструмент. Ну и, конечно же, необходимо избегать попадания крови этого человека на кожу слизистых других людей, живущих с ним и не только. Ну, конечно, при поцелуях, при рукопожатиях заражение не происходит, но все, что связано с повреждением кожи, это несет в себе риск инфицирования. Если говорить о половом пути заражения, то для гепатита В это более актуально. Там действительно риск инфицирования существует. При гепатите С теоретически он существует, но мы редко видим, когда он реализуется. Кстати говоря, раньше Европейская ассоциация по изучению печени рекомендовала и сейчас рекомендует в основном лечить и проводить противовирусную терапию больным с продвинутым заболеванием печени. Это обусловлено было и тем, что недостаток препаратов, противопобочные эффекты и так далее. Сейчас, буквально три месяца назад, они включили несколько новых пунктов, где терапия проводится по эпидемиологическим показаниям. Вот этого раньше не было. То есть из всей группы больных эти пациенты выделяются, и им проводится лечение, чтобы санировать источник инфекции, чтобы они не были потенциальным источником инфекции. В эти группы риска входят те же потребители внутривенных наркотиков, их надо лечить. Туда входят люди, которые получают часто манипуляции хирургические. Есть такая группа больных. Для Запада, для нас это тоже актуально, конечно, туда входят люди, которые имеют активную сексуальную практику. Но на Западе это каким-то образом можно упорядочить, где эти люди организованы. У нас этот процесс неорганизованный, поэтому женщины, которые имеют активную сексуальную практику, к сожалению, инфицированы в значительном проценте случаев. И они инфицированы не только гепатитами, но и ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Поэтому это надо иметь в виду. И в принципе их надо лечить, если они инфицированы, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. Это касается лиц, которые находятся в местах заключения. Там тоже риск повышенной инфицировки и так далее. Вот это вот официально сейчас утверждено рекомендациями Европейской Ассоциации по изучению печени. Вы можете зайти на сайт их и посмотреть. И, соответственно, мы, так как являемся членами этой ассоциации, мы должны следовать этим правилам тоже. Это тоже, в свою очередь, можно отнести к мерам профилактики, распространения вирусов популяции в целом. Понятно. Вот заболевания печени, они на других органах человека как-то отражаются? Вот в вашем центре, кроме печени, несмотря на то, что вы специализируетесь на этом, лечатся другие заболевания, сопутствующие, так скажем, или нет? Ну, во-первых, надо сказать, здесь два аспекта. Первый – это внепеченочные проявления вирусных гепатитов, они есть. Это и поражение кожи, это поражение почек и так далее. Конечно же, мы этим занимаемся параллельно, но здесь, опять же, противовирусная терапия – основа лечения, в том числе и проявлениях вот этой вот инфекции внепеченочных. Если говорить о других заболеваниях печени, мы занимаемся всеми заболеваниями печени. Это и гепатозы, и жировые перерождения, метаболические заболевания. Мы занимаемся холециститами, мы занимаемся и панкреатитами, и врожденными какими-то генетическими заболеваниями печени. И эти больные к нам обращаются, их много. Циррозами печени мы занимаемся не только вирусной причиной, но и алкогольной причиной, и метаболической причиной и так далее. Ну, кроме того, мы занимаемся не только заболеваниями печени, мы занимаемся другими инфекционными заболеваниями, латентными инфекционными заболеваниями, там, цитомигаловирусной инфекцией, герпетической инфекцией и так далее. А условия какие в центре? Вот вы перечислили такие заболевания, которые лечатся долго, тем более инфекционные, должно быть определенное там помещение, условия и так далее. Может ли человек у вас на несколько дней в центре, в амбулаторном режиме остаться, получить лечение или нет? Или только приходит, вы вписываете, прописываете, обследуете, диагностируете и отпускаете. Как все это выглядит? Ну вот как раз мы хотели изначально уйти от той модели, когда больной госпитализируется, три недели находится в сценарии, выписывается и на этом все. Поэтому мы, конечно, стараемся оказывать комплексную услугу медицинскую по диагностике, по лечению и по дальнейшему наблюдению. Поэтому у нас есть амбулаторные подразделения, их несколько, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика. И если необходимо, мы имеем возможность госпитализировать больных. Мы работаем в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования, у нас есть определенные объемы. Мы можем больного госпитализировать в сценарий, мы можем какое-то время его наблюдать, но все равно мы рекомендуем, конечно же, после выписки больному приходить в определенном режиме обследоваться, наблюдаться. Естественно, проводится, если противовирусная терапия, она проводится несколько месяцев. Мы, конечно, настоятельно рекомендуем больному в определенные временные точки являться, обследоваться и коррегировать, если необходимо, терапию. Поэтому наша задача, конечно, довести больного до конца курса этого лечения, достичь устойчивого вирусологического ответа, если говорить о гепатитах и вирусных, и в дальнейшем его наблюдать. Ну и если вдруг у больного возникает рецидив, мы его, конечно, берем повторно и повторно лечим. У нас очень большой объем проводится работа, обусловленная нашим вовлечением в клинические исследования. Там, где больные имеют возможность получать препараты на бесплатной основе, современные. Нельзя сказать, что мы берем какие-то новые препараты, которые впервые, которые первые фазы. Нет. Как правило, это препараты уже зарегистрированные в ряде стран. Препараты, по которым отрабатываются схемы, какие-то длительность курсов и так далее. Мы одни из первых стали применять вот эти двойные схемы еще 15 лет назад. Те препараты, которые сейчас выходят на рынок, вот эти вот безинтерфероновые, они у нас уже 5-7 лет назад были. Мы уже знаем, мы уже имеем опыт применения этих препаратов. Поэтому, когда они сейчас будут появляться, широко распространяться, мы уже их хорошо знаем, и мы будем с ними, конечно, активно работать. Поэтому надо обращаться. И если больной у нас долго находится, наблюдается и не имеет возможности приобрести препараты, рано или поздно он попадет в какое-либо клиническое исследование, клинические протоколы, и сможет пройти вот этот курс противовирусной терапии бесплатно. Понятно, да. А как бы вы сформулировали основную миссию своего центра? Вот зачем вы все это делаете? Какая у вас миссия? Ну, миссия это у нас одна, это здоровье человека. Мы боремся за здоровье человека, мы боремся против, в первую очередь, вирусов, против вот этой инфекции. Ее не должно быть в нашей популяции, не должно быть этих больных. И люди должны жить долго, счастливо и не умирать, как минимум, от инфекционных заболеваний в наше время. Да, ну, вообще, вот недавно совершенно узнала, что печень считает удивительным органом. И вот у вас, как у специалиста, хотелось бы спросить, почему? Потому что даже, по-моему, говорят, что древние греки считали, что сердце в печени находится, и что печень – это вот такой орган, который действительно может удивить. В печени происходят все метаболические процессы, которые существуют в человеческом организме. Все. Нет ни одного обменного процесса, нет ни одного какого-то биохимического белкового соединения в организме человека, который так или иначе не был включен в обмен в печени, в обмен гепатоцитами, внутри клетки. То есть белковый обмен, жировой обмен, гормоны формируются и синтезируются в печени и так далее, и так далее, и так далее. Это основной такой биохимический орган человеческого организма. Да, очень важный, конечно. Других нет таких. Все выполняют ту или иную функцию. Если говорить о сердце, это самый простой в этом смысле орган. Это всего лишь насос. Да, вот действительно, да. И не могу не затронуть одну модную тенденцию, чтобы вы какие-то рекомендации дали. Чистка. У нас сегодня все чистят. Кто почки, кто печень, кто сосуды и так далее. Это опасно? Вот можно зайти в интернет, прочитать рецепт, чем почистить печень и проделать это дома? Вы же понимаете, чистка это не есть медицинский термин. Я не очень понимаю, что подразумевается под этим термином. Если это чисто некий рекламный, какой-то креативный бренд, надо просто тогда заходить и смотреть, что эта чистка, что она в себя включает. Если она в себя включает какие-то сертифицированные, лицензированные методы, методики, ну, пожалуйста, вы можете подвергнуться этим процедурам. Если еще раз говорю, они сертифицированы, лицензированы, пожалуйста, есть лицензия у этого центра, у этого медицинского учреждения, вы можете это делать. Но они обозвали это чисткой для того, чтобы привлечь пациентов. Но на самом деле, конечно, чистка термин некорректный, никаким образом. Мы никакими чистками, честно говоря, не занимаемся, потому что я еще раз повторяю, я не понимаю, что мы должны внести в смысл этого слова. Какие процедуры? Что есть чистка? Что такое чистка? Гемодиализ чистка? Плазмаферез чистка? Что такое? Процедура искусственная печень чистка? Что чистка? Гемодиализ у нас там в трех местах в городе делается. Искусственная печень у нас функционирует в одном месте, и то не всегда. Это очень сложные и дорогостоящие процедуры. Что подразумевают те центры, которые говорят о чистке, я не знаю. Да, понятно, ваша позиция понятна. И скажите, пожалуйста, вы как специалист, опять же, который специализируется на печени, как лично вы поддерживаете свою печень в здоровом состоянии? Да, эти какие-то рекомендации? Я не уверен, что она у меня в таком здоровом состоянии. Но все-таки, вот что нужно делать, чтобы поддерживать ее? Как можно? Ну, если мы не говорим о вирусном поражении, ну, во-первых, надо, конечно, привиться от гепатита B. Первое. Первое прививки. Вот первое, кому я рекомендую, это самое простое и доступное, что можно сделать, это сделать вакцину или пройти вакцинацию от гепатита B. Второе, это, конечно, неспецифическая профилактика. То есть вы должны исключить или минимизировать риски инфицирования вирусом гепатита C. Ну, и ВИЧ, если мы говорим, там те же самые пути, мы уже об этом говорили. Второе. Третье, ну, конечно, алкоголь. Алкоголь, есть определенные дозы, которые являются рисковыми. Для мужчин это одни дозы алкоголя, для женщин это другие. И, пожалуйста, зайдите в интернет, посмотрите, эти дозы там есть. Если вы будете вот эти дозы выдерживать в отношении себя, то ничего страшного с печенью у вас не произойдет. Я не говорю, что вы должны полностью исключить алкоголь из своего употребления. Это невозможно, нереально давать такие рекомендации для здоровых людей. Поэтому надо эту норму узнать. Она существует, она признана ВОЗ, другими международными медицинскими организациями. Надо ее знать. Это третье. И четвертое, конечно, режим питания. Потому что у нас сейчас на первые места выходят вот эти метаболические поражения печени, связанные, обусловленные нарушениями липидного обмена. То есть это, конечно, во многом определяет и статус генетический человек. Это не у всех есть. Но это не обязательно лишний вес. То есть есть люди, которые и не имеют лишнего веса, но имеют вот эти вот метаболические нарушения. Обусловлены они тем, что эти нарушения преимущественно происходят именно в печеночной ткани. И печень не реагирует вот на эти изменения воспалением. А когда есть воспаление, есть, опять же, прогрессия в фиброз, в цирроз. Поэтому тут, конечно же, избегать употребления, если говорить о том, что можно-нельзя, что есть, что нельзя. Можно долго говорить. Но наиболее все-таки, если говорить в отношении печени, вредный продукт. Это жирные продукты, приготовленные при высоких температурах. Да, все, спасибо большое. На огне, на сковороде. Понятно, это самый вредный продукт. Оксаш, спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо за ваш профессионализм и советы нашим телезрителям. Здоровья. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова